Всем привет! Мы сейчас мучимся. Катя в автошколу, мы с Алисой к врачу, а дедушка домой и повезет нас Настя. Дедушка к нам приехал, началась воздушная тревога. Побыл у нас полчасика и нам уже надо ехать. Завтра опять приедет. Можешь спереди сесть, я сзади влезу. Короче, мне дедушке надо купить уколы и завтра он приедет, начну ему делать. Так, нас везет Настя, потому что Костя у Зубного сегодня. Ему, по-моему, ставили временное лекарство, он сегодня поехал как раз менять на полу. Вот. Можешь высадить меня со стороны автошколы, а не через дорогу ходить? Наверное. Кстати, Настя, обещали нашу улицу заасфальтировать, прикинь? Ура! Да. Это то, что ты в группе просила? Да. Походу я даже добилась, да. Сама не верю в это. Настя, это платье у тебя или кофта? Платье. Платье? Такая вышивка красивая на рукаве. Это новое или я просто забыла про него? Не забыла. Да. Если ты, папа, подождешь, пока мы к врачу зайдем, минут 10-15, то мы тебя до дому довезем. Нет, если это сантехника, что ли, течет вода. Так мы тебя до дому довезем, ты быстрее не доберешься. Я пойду пешком там, Господи, сколько там пройти. Только у тебя же колено болит. Ну что, мне говорят, потихоньку ходить все равно надо. Нет, так я ж туда ненадолго, Настя. Так мне надо... Так, мы уже почти подъезжаем. Катя уже выскочила, ушла в автошколу. Алису укачала, она засыпает. Ночью минус 9. Еще она, мы сейчас уходим, но уже приедем. Завтра уже 21 осмотрел. Да? Не спи. Жара. Что-то стала Алиску укачивать. Вот раньше могла часами ездить, ее не укачивала, пока маленькая была. А сейчас немного проедется, уже тошнит. А она рано встала сегодня? Ну, рано встала, но мы с ней вместе встали рано. Не, я к тому, что ее тошнить начала, когда мы ездим. Не к тому, что засыпает, а к тому, что каждый раз жалуется, что укачивает. Ну, маленькие дети все, в принципе, любят, когда их качают. Может их меньше укачивает, как-то у них аппарат по-другому работает, вестибулярный аппарат. Это, конечно, развивается вестибулярный аппарат. Ну да, наверное, с возрастом он быстрее укачивает, не знаю. А, вот тут на перекрестке? Да, вот там, где стоит вот эта вереница машин, только дальше немножко. А, не тут? Нет, вперед еще. Вот справа будет написано клиника. Так, мы выходим, а Настя дедушку отвезет, пока мы будем у врача. Давай карточку. Папа ушел. Папа ушел к злому, и денег нам не оставил. Выходи, солнышко. Выходи, выходи, зайка. Чего у тебя пятка болит? Пятка, говорит, болит. А, натерла, что ли? Туда, в другую сторону. Так, мы зря торопились. Еще немного ждать будем. Что ты тут за свиньи, у тебя целая куча. Это, наверное, аспиратор этот назальный, или какой-то называется. Прикул. Такая обезьянка, которая любит поесть мороженого. Да, вот такая получилась обезьянка. А я рисую свинюшкой. Тише, солнышко. Эй, ты что мне фотоаппарат? Покажи, как ты придумала, Алиса, придумала ему в нос засунуть карандаш. До конца можно. Говорит, заметила, что в носу дырка и решила рисовать слоном. Как всегда, оригинальный чек, короче. Классный набор. И второму. Мне тоже надо впихнуть карандаш. Две свиньи с трехнутыми карандашами. Это же слоны. Да свиньи же. А мне вроде слон теперь, когда длинный нос. Да не, свиньи. Да слоны, смотри, какие носы. У свиньей короче носы. Да не, мама, это же просто карандаши. Вынуть, это свиньи. Даже если вынуть, это все равно слоны. Посмотри, какие длинные носы. А у них еще был такой пончик, чтобы капать носик, детка. Видишь? Да. Посмотри, похоже на слонячий нос сбоку. Нет, мама, это не свиньи. Нет, мама. Короче, мы поспорили. Разрешите наш спор, это свинья или слон? Это свинья, конечно. Скажите, свинья. Нет, скажите, это слон, конечно. Нет, скажите, свинья. Надо засовывать в копоты карандаши. Надо засовывать в носы карандаши. Э, ты тоже засовывал, маленький. Чего ты пишешь? Маленький. Алиса, тихо. Все. Мы с длинными нас сами. Длинными. Коллегу. Будем рисовать. Ла-ла-ла-ла-ла. Да какие слоны, свиньи. Так. Как они у тебя поместились? Так. Давай, свина. Давай проказничать. А третий в этом же еще есть куда посадиться. Да нет. О, бабочка. Давай ее прониканем. Сейчас. Вот. Сейчас застрянет бабочка. Прониканем. Вот. Залезай. Застрянет сейчас. Не будет бабочки. Какой-то злой пранк. Жалко бабочку. Все. Бабочка боймана. Следующий. Едем. Коллега. Тихо. Тихо. Алиса, какие-то эти злобные слоны. Да какие слоны, свиньи. Слобные свиньи, не бабочка. Сейчас мы подвезем тебя в ловушку. Садись. Сейчас заперем тебя, как бабочку. Поезд в ловушку? Да. Все. Сейчас мы отвезем тебя своими глинями. Мы банда. Давай их в тюрьму посадим. Не, давай. Вот парк. Ты теперь тоже про малыш. Поймав тебя. Давай еще кого-то пранканем. Только уже назвали. У меня проблема есть. У тебя мой телефон с собой. Шеребнеться. Алиса, заходи, садись. Так, мы уже вышли от доктора. Интересные вещи мне доктор сказал. Доктор мне сказал, что с ногтем мы, конечно, ничего уже не сделаем. Но там осталось в пальце, как бы вот эта вот зона, что ноготь растет. И можно какими-то пластическими операциями как-то все-таки его скорректировать. А палец еще будет расти. Но вот то, что он такой утолщенный, как бы как его сделать красивым, я спрашивала, то это нужны пластические операции. Но, оказывается, у нас такое делают. Стоит. Папка. Мам, у меня губки у меня есть валюта, да? Ничего, они у тебя красные, да, мажешь дома? А есть чем? Дома есть чем. Так что сходим на консультацию к доктору, который занимается пластическими операциями, спросим. Ну, пока он сказал, в принципе, наблюдать, через год только повторить рентген. Я думаю, что еще рано думать о пластических операциях. Это со временем, со временем. Ну, лучше раньше сходить и знать, в каком возрасте надо этим заняться. Мне так нравится вот эта твоя штука, она как из комикса какого-то, я каждый раз на нее смотрю. Я забыла, зачем она, я тебя уже спрашивала. Ну, она уже выветрилась. А, пахучка? Серьезно? Так красиво выглядит. Супер. Пахучка? Пахучка, да, это что пахло в салоне приятно. А теперь тут другая, да, вот эта висит, пахучка. Ты их вместе вошла. Вот эта зелененькая. А мне еще много, но я никакого запаха не ощущаю. Вот эта или вот эта? Обе. И то, и то пахучки. У нас стоит очень хорошая погода, и поэтому мы решили с Настей проехать домой через эпицентр, взять там кусок линолеума и пересадить наших утят в бывшую клетку кроликов. То есть я подрежу этот линолеум под клетку, постелю сено. Им там будет гораздо больше места на ночь, чем на кухне в этой переноске небольшой, потому что они же уже подросли. Ну и я надеюсь, что они у нас все-таки поживут. Какое-то время Лиса согласится их уже отдать. Ну потому что на постоянку, я не знаю, это каждый день ходить вычищать эту клетку, потому что они очень много ходят в туалет. Каждый день их выгуливать, каждый день думать, чем их кормить, для меня это слишком. У меня и так много животных. Я не потяну. Тем более, если утки живут 15 лет. Если нам придется домой вернуться, то что они будут у нас дома ходить. А я смотрю, что и по просмотрам на ютубе, что у всех сейчас они падают. И по финансам, что вполне такое возможно, что нам придется перебираться к себе домой и обратно. Ну не в ближайшие, конечно, несколько месяцев я сейчас начну плотно разбирать вещи, плотно все раздавать. В принципе быть готовой к тому, чтобы в какой-то день мы могли оттуда съехать. Потому что может быть такой день, когда я пойму, что мы уже не тянем оплачивать этот дом. Летом это легче. Сразу скажу, вот сейчас начинается время, когда легче, потому что не надо платить за отопление бешеные суммы. То есть летом, конечно, легче снимать частный дом, а зимой его снимать это просто трэш. Очень дорого. И я же не могу предсказать, как будет дальше. Я даже несколько раз слышала слухи о том, что к осенью YouTube закроют. Я в это вообще не верю, но кто его знает, знаете. Как говорится, слухи из ниоткуда не появляются. И как-то на всех каналах резко упали просмотры. Мне это очень странно. Вот, если бы только на моем, ладно, можно было бы подумать, ну там потеряли люди к нам интерес. Ну реально я смотрю многих блогеров, многие каналы и у всех спад просмотров. Может это временное явление, а может нет. Так, мы приехали. Правда, честно вам скажу, сегодня так как-то страшно. Я понимаю, что тревог нет и бояться нечего, но сегодня утром в Херсоне в эпицентр попала ракета. Погибли люди. Это был единственный работающий там магазин. Я видела фото, я видела видео и они у меня стоят просто перед глазами. Вот сейчас вот эпицентр для меня это воспоминание об этих фотографиях. Алиса купила себе желейки и маршмеллоу. А мне так нужен был шампунь. Ой, наверное дальше. Его в прошлый раз забыла купить, а видела его именно здесь. Так, стоп. Наверно дальше. Мне он так классно подходит к моим волосам. Вот он. Я в прошлый раз его покупала. Вот такой вот шампунь. Только он бывает двух цветов. Вот такого и вот такого. И мне кажется, что мне вот этот лучше подходит, чем тот. Хотя тот тоже ничего. Но я возьму в этот раз этот. Подожди, шампунь. Тяжелый. Что? Да все, не надо там больше ничего брать. Пойдем. Так, мы идем за линолеумом. Так, тут ездят машины. Такие маленькие, рабочие. А линолеум мы решили взять вот такой. Такой нейтрального цвета. Видите, он под сено как раз им будет. Я сейчас еще и коврик куплю под дверь другой. Помните, какой я классный купила? Похож на настоящий ковер. Я там от него балдею. Мне он нравится. Но проблема в том, что он толстый. И он под дверью застреет. И Костя вечно психует. Он заходит домой, дверь открывает. И ковер этот ему мешает. Поэтому, чтобы ему не мешало, я возьму тоненький. Совсем тоненький. Что, сейчас тревога? Нет, я запомнила. Ты откуда же не знаю, что так долго ждем? Нам должны трезвить. Тревога. Вот и поиграли. Вот и поиграли. Нет, так может это просто рассказывать, что делать в случае тревоги? Тревога. Блин, стрёмно. Нету, слава богу. Нервы уже понемножку начинают сдавать, конечно, в эти дни последние. Из-за этих всех тревог и взрывов. Повози, повози тележку. Повози, повози тележку. Тревога сегодня началась вместе с приходом дедушки. Заходит дедушка и тревога, понимаешь? Окончилась, когда он уезжал. Да, кончилась, когда он уезжал. Это было смешно. Вот это да, да, Лиз. До чего дошел прогресс? Да. Автомат такой? Да. Да, видишь? Удивилась? Да. Удивилась? Вау! Ты здесь будешь пройти? Да не, мне метр нужен. Мам! Смотри сейчас, как дядя выйдет. Мам! Мам! Это для твоих уточек. А зачем? Чтобы им постелить в клетку кролика. Кролика? Ну, где раньше жил кролик? Помнишь, клетка у нас есть? Не помню, как кролика... Все пропустила снять, как нам канцелярским ножом отрезали. Вот так, вот видишь? Я хочу ему помочь. А дальше помочь? Я хочу ему помочь. Да дядя справится доймся. Все, видишь? Костя удивится, что мы без него справились с этой покупкой. Куда ты спешишь? Я же тебе сказала, практически, что мы еще сегодня последний нам дождать. У меня сессия с понедельника, это уже все. Я переживаю, это правда. О боже, у нас как не съемки так сессии. Так, ну все, нам осталось съездить в отдел, где для кошек и собак продают еду. И я хочу Манечке беременной купить корм для беременных. Он у меня закончился. Она его очень хорошо ела. Так что едем в тот отдел и все. и домой. Мы так молча, молча идем к своей цели. Блин, не могу избавиться от мыслей, что сегодня утром так же люди себе ходили в Херсоне в эпицентре. Мама, может кошек беременной купить? Да, может. Сейчас будем смотреть. А сейчас нет этих людей. Так, они там повернули. Нет. Для кошек дальше. Да я хочу купить тот, который покупала в той ветеринарке. Если он тут есть. Он для беременных. Вот какой-то еще китон есть. Но он говорил, что для котят подходит беременным тоже. Типа... Ну не эта фирма была. Блин, где она? Она крутая, но... Типа вот эта. Ройл Канин, по-моему. Вот, 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 вот. Вот такие. Вот она ела. Такие баночки. Баночки, да. Дорого, да. Ну ей одной штуки хватает на несколько раз. Алиса, где ты? Ну вот как тебе нравится нас пугать? Подожди, Настя. Нет, не надо. Короче, я взяла один пакетиком. Да. И три вот таких. Дорогие они очень. Игрушек у твоих кошек полным-полно. Как и когтиточек. Пойдем. Очень дорого. 1200 стоит, Алиса. Очень дорого. Пойдем. Вот это очень красивое, да? Лапка, мостик. Классно сделано. Я хочу ее манить. Ой, две тысячи. Дойса, две тысячи гривен. Ужас. Давай лапку. Мама. Денег нет. Ух ты, какие газовые горелки появились. Вон на пропане. Такие в начале войны искали люди, не могли найти. Да. Пойдем. И плитки какие-то вон тоже, видите. В начале войны этого не было. Мам, смотри, что я нашла. Смотри, завозим. Ага. И идет. И он идет. Прикольно. Монстра нашла. Что, берешь череп себе? Пообещала что-то одно Алисе купить. Говорю, выбирай что-то одно. И вампир. Еще и вампир. Может что-то хорошенькое возьмем? Мама. Мама. Вот тут есть блинчики можно делать. Панкейки. Посмотри. Да. Панкейки можно делать. Не хочешь такое? Нет. Смотри, кстати. Переворачивать. Подкидывать и переворачивать. Нет. Смотри, какие слаймы с глазами. Слаймы с глазами? Монстра можно сделать. Да. Попробуй. Ты хочешь слайм с глазами взять? Да. Ну, бери. Хорошо. А вообще стоит 19 гривен. Меня это устраивает. Что-то новенькое. Такого еще не щупала. Обычно они другие на ощупь. Что это? О боже. Скажи. Да уж. Мне нравится по ощущениям. Настя нашла дятю. Вообще-то это антистрессы. Ты можешь и себе такой взять. Если нервничаешь, что там перед экзаменом. Вот такой жмакать. Давай я его назад запихну. Короче, Настя с Алисой взяли себе вот такие антистрессики. Какие-то непонятно из чего. А я все-таки взяла серию вот этих книжек. Думала, думала. Надо, не надо. Решила взять. Буквы писать. Всякое такое. И вот такую абсолютно дешевую мы нашли. игру зоу-бизнес называется. Мне она показалась интересной. Там монетки есть. Кубик надо кидать. Поиграем с Алисой. Мы с ней вообще в бродилке или типа монополии. Вообще не играли уже очень давно. Ты что, соленые огурцы хочешь? Да, да. А, блин, они острые. А ты острые не любишь? А что ты темно-солененькое тянешь? Не поняла, не поняла. Да ладно, шучу я. Так, тележку на место. Так, в общем, мы только подъехали домой. И тут Костю. Так, извините, мы Луну забираю завтра. У меня тут нет времени ее купать из-за того, что мы промотались. Луну завтра? Ну смотри, чтобы она нам не прокопала. Послай здесь, пожалуйста, просто. Сейчас папа с Катей приедут. Если бы мы не ездили так долго, то было бы время. Мы только что видели Костю с Катей на машине. Почему они не едут, я не пойму. А, это не они. Я тоже думала, что это они подъезжают. Такая рассказываю, вот они следом едут. Да, я тоже думала. Подожди, я документы не забрала. Я Алису и бабушку. А, вон они подъехали. А, документы заберу. Ну папа, не бойся. Завтра после самодолога приеду, можем в парк. О, давай. Погода хорошая. Боже, вся в шоколаде. Что? Вот еще ключи. Ага, спасибо. И Алису на куртку. Да, еще была шапка розовая вроде. Она в рукавах. Ах, две шапки. А, хорошо. Алиса говорит, смотрите Луна. Там дома подумай, может вспомнишь еще кого-то. О, Алиса бежала вокруг. Ты можешь заехать? Не пойму, где-то мяукает кошка. Слышите, это же не Проша так пародирует. Ощущение, что из комнаты у Проши. Точно из комнаты у Проши кто-то прям прыгает на окно. Мира. Блин, она сейчас сетку если вывалит, то Проша вылетит. Как она там оказалась? Мира в комнате у Проши. Она в комнате у Проши. А, и тут заперто. Ну как тебе зуб полечили, нормально? Да, это еще. Почему не обошелся? В дверь триста. Ты мне именно по деньгам говоришь, нормально тебе или нет? Я имею ввиду, как ты себя чувствуешь. Мира. Мира. Вообще за окном. Сумасшедшая. Мируся. Вообще сумасшедшая. За эту, за сетку залезла. Боже, Проша, как хорошо, что ты в клетке. Так испугалась. Ой, у нас вечер. Купаю моих уть. И заметила, что они начинают становиться белыми. Мне кто-то писал, что утки будут белыми, но я в это не верила. А они как-то и правда из желтых белыми становятся. Так странно. Да. Да, сейчас будете чистыми. Моются. Сегодня вечером купаю перед сном. Днем мы много разъезжали. Это уже реально утки Вот реально Но уже на утят не смахивают Только что еще оперение Как следует У них нет утиного Но размерчики Сами видите Вы утки? Вы уже утки? Малыши 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 Идите сюда Идите сюда Идите поглажем Ну Вы за полдня уже от меня отвыкли Эх вы Друг друга моют Видите как уже Они уже даже моются немного по-другому Не так как раньше Более по-взрослому Правильно Правильно Все хорошенько себе вымывайте Запачкались за день Завтра у вас в переезд будет большую клетку На ночевку Уже у нас сегодня Вообще плюс 18 В ближайшие дни я смотрела То нету Не будет заморозков никаких Ну если будет холодно Я заберу их домой А так надо их переселять во двор уже Потому что это уже взрослые утки Да Мирусь Опять пришла бдить Крымышки конечно Ну да Петь Глянь Петь Тебя кто-то моет Я не знаю Это персик или апельсинка Но за Петь и ухаживают Петя походу девочка Да Раз у него тоже оперения белые Как они вот отличаются Наверное с цветом Смотрите Они дружат Мойтесь Мойтесь Хорошенько Давайте На ночь все моются Потом еще мыть ванную Мыть Алису Короче весело О Наплюхали мне прям фотоаппарат Сейчас протру Так у Пети лучшая подружка Пятнишком на голове Ой Петя Стряхиваешься Как собака Когда купается Мне так обрадовались Что их посадила купаться Вообще выходить не хотят Наверное Плюхались бы тут час Я пока не спешу Пускать Сколько им хочется Пускать Сколько им моются Душиком включила Там фонтанчиком Вон Видит Там где нравится Тот там и моется Петь Ну что Чего вы от меня сегодня убегаете Ой трусишки Кто такие трусишки Чего мы трусим Петенька Петя сбежал Вот голоса пока не поменялись Чирикают как маленький Сегодня последний раз Малыши будут спать В этой переноске Умкиной Я уже им насыпала Вититку Большую миску еды На ночь Не такую маленькую Как раньше было Но и полную воды Мою я и верхушку им Все время Вот Надо вытереть Чтобы вниз Не накапало им на головы Что Инспектор пришел Да Все ли я тут правильно делаю Посмотреть Смотри Мира Смотри Давай Поругай меня Если что не так И там Проинспектировала Все проверила Вроде всем довольна Все проверили